МОЙ СПОРТ Начнем эфир с международного обзора. Главным событием спортивной недели стал итог коррупционного скандала в мировом футболе. Президента FIFA Йозефа Блаттера и руководителя UEFA Мишеля Платини отстранили от футбольной деятельности немного-немало на 8 лет. Быть может, это итог промежуточный, но как бы то ни было, это событие, которое многие специалисты уже называют скандалом десятилетия. Мы попытались разобраться в таком грустном итоге для двух глыб мирового футбольного хозяйства и понять, кто же от такого исхода выиграл, а кто еще больше проиграл. Давайте сначала свяжем в памяти предысторию. Поводом для отстранения чиновников стали 2 миллиона швейцарских франков, которые Блаттер перевел Платини в феврале 2011. По версии наказанных, Платини получил деньги за работу в FIFA, правда никаких документальных подтверждений у Блаттера и Платини нет. Ни обыски в штаб-квартирах FIFA и UEFA, ни допросы не убедили следователей в правдивости этой истории. Все из-за разницы во времени. Работа, о которой говорит Платини, была завершена в 2002 году, а деньги пришли только через 9 лет. Как назло, прямо перед президентскими выборами, об участии в которых он какое-то время размышлял. Получив деньги, Мишель не стал баллотироваться и поддержал Блаттера. Что это? Подкуп? Естественно, никто об этом прямо не говорит, но большинство экспертов сходятся во мнении, что теперь с громким коррупционным скандалом можно заканчивать. Главные фигуранты получили по 8 лет дисквалификации. В футболе Блаттера и Платини нельзя занимать вообще никакие должности. Что на национальном уровне, что на международном. Вернуться можно только в конце 2023 года. Правда, швейцарец уже заявил, что для него это футбольный финал. Все-таки ему уже 79 лет. У FIFA есть временно исполняющие обязанности президента Исса Хаяту. 26 февраля пройдут выборы нового руководителя. Тут все идет по плану. UEFA обязан объявить президентские выборы, но возможно это случится только весной. Дело в том, что нынешний генсек UEFA Джанни Инфантино может возглавить FIFA, но надо дождаться окончания этой предвыбранной гонки. У нас в стране к таким перестановкам отнеслись сдержанно, разве что профильный министр Виталий Мутко выразил недоумение, почему людям, так много сделавшим для игры номер один, даже не дали возможность объяснить свою позицию в череде обвинений. В Крымском училище Олимпийского резерва за минувший год поставили себе оценку «хорошо». Много удалось даже сверх запланированной нормы, как всегда есть над чем работать. В целом же список по-настоящему медальных видов спорта в учреждении остался прежним, разве что молодых звездочек стало намного больше. Особняком смотрятся достижения в велоспорте на треке. Во многом благодаря Дмитрию Маркову феодосийский спортсмен произвел фурор еще летом. В июле он выиграл чемпионат Европы в Греции, а затем спустя месяц в Казахстане добавил бронзу и серебро первенства мира. Год для меня получился, можно сказать, самый удачный, причем уже в России. И медаль много, 7 медалей с чемпионата России и 4 медали европейского уровня. Поэтому я очень доволен и отдал себя в этом году полностью. Скептики говорят, что это удача, а наставники крымского чемпиона парируют. Ее Дмитрий заслуживал ежедневными тренировками на протяжении 8 лет. Именно столько он занимается велоспортом. Улов в виде двух золотых медалей чемпионата Европы и еще двух наград с первенства планеты в тренерском штабе спортсмена назвали символичным для всего полуострова. Ведь для республики это были первые победы в олимпийском виде программы. Готовы дальше выполнять свои такие обязанности новые, в качестве новой команды сейчас Росвела, коллектив. Там требования будут повыше, конечно, уже. Не то, что были эти юношеские, юниорские. И к себе будет требовательность повысить, надо без этого. Дальше и дальше стремиться, не оставать, не успокаиваться. Только так можно чего-то добиться. Дальше будет больше. Сейчас у Дмитрия небольшая пауза в подготовке, однако уже с начала следующего года ему придется тренироваться в полном соревновательном режиме. Удобнее всего это делать на ЮБК, если основывать выбор только географически. С точки зрения профессионалов, пока лучше проводить сборы в Белоруссии. Наверное, сила воли и то, что идем к победе к своей. У нас нет трека, а шоссейная подготовка. Тут даже очень отлично. Все приезжают с России сюда, в Ялте все живут, там горы. Тренироваться даже очень хорошо. А где ты именно готовился? Расскажи, пожалуйста. Ну так все время я был в Феодосе, а последнее время в Минске на треке были. Там это перед чемпионатом Европы и перед чемпионатом мира мы были на треке в Минске. Там как бы олимпийская арена, и там мы готовились, что это мир и Европа. Марков один из тех, кем гордится училище. В 2015-м у учреждения достаточно спортивных достижений, преимущественно на всероссийском уровне. С учетом того, что дисциплины олимпийские, перспективы вырисовываются весьма радужные. В каждом виде спорта у нас есть свои звездочки. То есть и тяжелая атлетика, которая в этом году приведет двух сборников Российской Федерации. Это и дзюдо, это и легкая атлетика, это и борьба вольная. Имея свою бурскую такую девочку, пятое место на первенстве Европы завоевала. У нас появились очень хорошие борцы вольного стиля, которые на чемпионатах Российской Федерации пока в призы не попали, но были пятыми. То есть мы расширили географию нашего училища. То есть у нас уже есть студенты не только крымские, в основном, конечно, крымские мы делаем приоритет на наших крымских ребят. Но есть уже представители и Краснодарского края, и Иркутской области, и Кемеровской области. То есть начинают к нам поступать дети со всей великой большой России. Эти достижения вдвойне важны, особенно на фоне блэкаута. Работа училища не прекращалась ни на один день, помогли имеющиеся в распоряжении генераторы. Два из них передал учреждению Олимпийский Совет Республики. По-новому работают с молодежью и Федерации бокса Крыма. С учетом огромной внутренней конкуренции там тоже делают ставку на молодых до ранних. Правда, с одной оговоркой. Во главе угла олимпийская перспектива, причем не самая далекая. Делается все, чтобы Крым произвел фурор на Олимпиаде 2020 года. Больше сейчас постараемся узнать у исполнительного директора Федерации бокса Республики Виктора Спирина. Он у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Лисович. Здравствуйте. Виктор Лисович, недавно посчастливилось понаблюдать за турниром юноши, который проходил у вас в боксерском клубе «Таврии». И сразу бросилось в глаза две вещи. Во-первых, был представлен весь Крым. А во-вторых, такое ощущение, что эти юноши через пару возрастных категорий перепрыгнули с точки зрения мастерства. Скажите, как вы думаете, это действительно смена подхода в работе какого-то в тренерском штабе? Или это просто придумки журналиста моей в данном случае? Нет, я думаю, что это, во-первых, популярность бокса. Бокс сейчас у нас во всех районах республики нашей. А раньше ее что, не было? Нет, было, но у нас сейчас, например, бокс начался и в большом районе, в объеме Бахстараев в самом, и в районе Бахстараевской. Вот не зря с Бахстараев стал чемпионом России среди профессионалов Сатабалдыев. Поэтому сейчас немножко развивается бокс, ну, вот в Восточном Крыму начал, в Старом Крыму, вот там, в частности, там очень хорошие ребята, перспективные. Много появилось именно юношей, вот. Они уже были представлены на первенствах России по юношам, вот. И вот последнее мансирование провели о открытой переставре. Мальчишки, начиная с 8 лет, были представлены, ну, и как-то до 15-16 лет. Очень интересно, и там именно по физическому развитию отличались. И некоторые уже, это зависит уже от тренеров, некоторые неплохой технический бокс показали. Вот. И что вот характерно, симферопольские родители пришли, многие болеть за своих, особенно, малышей. И такая реакция была, в общем, положительная. Праздничная обстановка такая, да? Да, обстановка. Я думаю, что это наше будущее. Но я бы хотел сказать, вот, мы выступали на пяти олимпиадах. Это, ну, две медали завоевали. Там, золотой в Лондоне, серебряный в Сиднее. Два пятых места было. И, ну, это переходный год у нас получился. Я думаю, что нам простят. А вот на 20-й год, у нас сейчас взрослая команда, это 19-21 год. То есть, как раз на подходе ребята, да? Ребята почти во всех весовых, начиная вот Кудрякова 22, дальше тут Лапин, 18, там, 20 лет, Бакши. Там много-много ребят молодых, вот. То есть, Виктор Алексеевич, получается, на 2016-й вот там долго говорилось о том, что у Вадима Кудрякова все-таки есть шансы пробиться. Уже их нет, я так понимаю. Да, но дело в том, что там Россия завоевала уже лицензию в этом весь. Там Егоров, он чемпион Европы и серебряный призор чемпионата мира. Но они менять не будут, потому что у них наигранный, как говорят, состав. Вадим, конечно, достойный был, но я надеюсь, что в 2020 году он будет олимпийцем. А скажите, пожалуйста, если, допустим, вот так подвести определенную, скажем так, определенную черту до 2020 года, на какое количество, скажем так, наших боксеров мы в перспективе можем рассчитывать на то, что они будут представлены на Олимпиаде в 2020-м? Если, конечно, не понизны к себе требования профессионалов. Ну, во-первых, представляете, это 92 объекта в России. Нет, я именно по крымчанам говорю. Ну, допустим, крымчане обоймы, вот это Олимпийская обойма сколько их? Я говорю о крымчанах, но я о чем говорю, что, допустим, 10 весовых категорий, мы можем, мы не имеем права 2 занимать лицензию. На одну лицензию мы будем претендовать. А ребята, вот, я уже которых назвал, они именно, они уже обстрелялись в этом возрастном. Они 20-летние, 19-летние были, но уже, вот, кстати, Бакши выиграл 4 турнира класса по взрослому, понимаете? Ну, это показатель, конечно. А Вадим Кудряков стал чемпионом России до 22 лет, и тот же Бакши третьим стал. Уже они, как говорится, вошли в кандидата в сборную команду страны. А если говорить о супертяжах, да, вот раньше у нас был Усик, а сейчас вот такая талантливая плеяда средневесов и легковесов. Как быть с тяжами, скажите? Ну, я вам скажу, что молодец, вот, тяжеловес, вот, только что закончился в воскресенье, турнир в памяти Бориса Грекова, заслуженный тренера СССР, который воспитал двух олимпийцев. И у нас, кстати, тяжеловес стал третьим. Это Тимирал Турсунов из Салушты. Вот. И мы надеемся, он очень интересный. Не только, как говорится, имя его историческое, но и как боксер, очень такой перспективный тяжеловес. Ну, я, ряд там есть у нас тяжеловесов, которые, как говорится, ну, они пока весят до 80, но я думаю, в то время... Вы рассчитываете, да, что ребята наберут, да? Да, конечно. Ребята растут, и вес прибавляют. Сейчас нельзя зацикливаться на каком-то весе. Скажите, пожалуйста, вы сейчас, мы уже разобрались, да, что талантов у нас хватает. Что им надо для того, чтобы они сделали вот тот самый решающий шаг вперед? Ну, во-первых... Хватает условий и возможностей сейчас? Ну, во-первых, те, которые подошли, вот смотрите, у нас вот это 17-18 лет, они у нас в этом году самый лучший результат показали. Во-первых, 4 медали завоевали на спорткаде, учащихся России, и 2 медали на первенстве России, это 6 медалей завоевали. Вот эти, это 97-98 год. А они самые близкие, близкие ко взрослому боксу. И мы на них, кстати, там и Данил Лапин, он 2 медали, и чемпионом в самом спорте, и призером. Теперь Закиров, Ахтем, 2 медали. Теперь подошел к ним уже в эту возрастную группу Артем Булатов, который стал чемпионом Украины и участвовал в первенстве мира в этом году. Правда, неудачно, без медалей, но все равно это уже задел. Да, поэтому резерв вот это, и вот этих 22-летних, 20-летних подпирает уже 18-летние ребят. Поэтому, что нужно? Прежде всего, чтобы они принимали участие, они, во-первых, почти все в резерве сборной команды России. Их вызывают на сборы. Нельзя не пропускать ни одного сбора. Надо находить средства, чтобы они были на всех учебно-треновочных сборных, сборной команды России. Тогда они будут расти. Обкатываться, опыта набираться, и уже знать сильные и слабые стороны соперников. Они же будут в одном, как говорится, кругу. И поэтому, я надеюсь, самое главное наше найти средства и вот это обеспечить участие во всех учебно-треновочных сборах этих ребят. И участие в турнирах. А турниров полно в России, начиная с разных возрастов. Только турниров класса у нас около 30 взрослых. Два из них в Крыму. Это памяти Петра Сальса Бенедикта и памяти героев Севастополя. И поэтому, я думаю, что ребята есть где опыт набирать. Не надо ехать куда-то далеко. Особенно юншам. Взрослым надо. Взрослым надо опыта. А вот этим юншам нам даже хватает вот здесь. Ну, вот те уже, которые подошли, допустим, в 16 лет, им можно там несколько выездов там сделать в ближайшие области России. Виктор Ильич, ну, опять же, не мне вам рассказывать, но все же, да, вы смотрите, вот во время этого перехода, да, от талантливых юниоров, скажем так, взрослым, очень много талантов теряется, да. Вот скажите, что надо для того, помимо регулярной соревновательной практики, чтобы этого не произошло? Это какие-то социальные гарантии талантливым боксерам? Ну, во-первых, да. Или финансово благополучие, что надо, скажите? Это главное, и социальные гарантии, и чтобы вот некоторые... Ведь очень много ребят просто уходят и теряются, да? Да, сейчас уже перестали уезжать на учебу с Крыма. Мы как-то здесь решаем, решали вопрос. Вот это прежде всего, если кто там... И, во-первых, тренеры у нас есть свои неплохие, особенно юношеские тренеры, вот. И поэтому здесь надо просто особой индивидуальной работы должно быть. Чистая индивидуальная работа. Не надо размахиваться, как говорится, всем, это, 20 человек возить куда-то там на турниры. Надо, вот мы уже определились, во взрослых определились. Сейчас вот этих... У нас 3-4 человека есть 17-18 лет, и 4 человека, которые вот 15-16 лет. Вот сейчас сбор начинается с 7 января, они уже поедут туда, наши. Вот эти мальчики, которые... Вот надо обязательно, вот только это, как говорится, большой опыт. Ну, я надеюсь, что вот мы сохраним этот контингент, который у нас начинает... Начиная... У нас медали мы завоевали и 13-14 лет, ребята, и 15-16, и 17-18, и 2-2. Но взрослые пока нас чуть-чуть не пускают. Говорят, у нас свои планы. Но я надеюсь, мы сломаем этот барьер. Мне кажется, просто, может быть, даже где-то не были готовы к тому, что Крым настолько резво пойдет вперед, да? Да. Мы, главное, смотрите, вот когда прощались с Россией, переходя в Украину в 54-м году, а в 53-м году Крым был чемпионом России по-взрослому. Представляете? Накануне перехода в Украину, да. Поэтому надо вернуть это все прошлое. Я надеюсь, что вот мы сейчас, как говорится, в этом вопросе поработаем. У нас, смотрите, и федерация начала работать. Сейчас очень много сделал Геннадий Штунов для городской федерации. Но сейчас его сменил Виталий Сергеевич Зайцев. И надеемся, он бизнесмен. Я надеюсь, что еще приток будет, как говорится, и средств, и, как говорится, практической помощи. И я думаю, что мы одолеем вот этот немножко провал. Я посмотрел, за 14-16 год, 15 год, простите, у нас 30 медалей мы завивали на первенствах и спорткатах России. Это сходу, да? Без всякой раскачки считается? Да, вот, да. Вот эти два-полтора года, как говорится. Хорошо, скажите, а как вы относитесь, допустим, к селекции, да, вот своеобразной натурализации бойцов? Потому что вот у многих видах спорта, не секрет, практикуют такие варианты, что подписывать спортсменов из других регионов, чтобы они уже выступали под крымским флагом. Это хорошо или плохо? Ну, я вам скажу, что у нас почти практики не было иногородних, ни студентов, нет. Ну, был Михеенко один, он чемпион Украины, Запорожье, но это он приехал с тренером, с Иваном Николаевичем. А так у нас все свои, наоборот, отдаем. Вот сейчас, значит, в последнем чемпионате России за Ульяновск боксировал с 7 метров Али в составе. Поэтому нам хватает своих кадров. То есть даже больше мы раздаем, да, чем берем? Да, да. Нам не нужны. У нас есть ребята, которые, и это просто для нас будет как-то несерьезно. Если говорить о географии развития бокса, да, вот скажите, сейчас основной упор делается на что? На частные клубы, допустим? Или вот на работу федерации вот в рамках бесплатных занятий? Ну, я вам скажу, что частные клубы есть, но их не так много, вот. Ну, вот в частности, они немножко, они и базируются, и клубы на детских спортивных школах, как примыкают, они совместные работают. Ну, а занятия бесплатные или нет для детей? Да, как в старом Крыму, вот клуб Салхат. Вот, там отделение детской спортивной школы Феодосийская, и при этом клуб есть Салхат, который очень много хорошо помогает, они турнир проводят. Ребята у них выезжают на первенство России в составе сборной Крыма. Заработал очень хорошо в федерации Эппаторию. Алексей Ревякин там очень вкладывает средства, и ребята появляются в юношах. Они и были раньше Эппаторийский бой, это начало, истоки крымского бокса. Сколько вас знаю, всегда поражался вашим знанием. Да, вот, что не спроси, будь то статистика, там, и результат какого-то боя, ответ всегда есть у вас. А как вы относитесь к Рою Джонсу, да, новому русскому, который, к сожалению, не очень успешно дебитировал? Ну, я его знаю еще с этого, с Сеула, с Олимпийской игры, там его обидели в свое время, потом медаль вернули. Он виртуз, он во всех фазах работает, он может обыграть любого. Но если бой длится 10 секунд, раунд, понемножку, чтобы он выдержал. А в целом, не надо было ему выходить, это мое мнение, на этот бой. То есть, вы думаете, надо уже заканчивать? Да, так он вернует, он мне Далахой очень, очень нравился техникам, красота, честно вам говорю. Ну, и он ушел уже, и Костю Дзю. У меня остались фотографии, когда в 87-й год он начинал с юношей Волуштин, на сборы приезжал, где-то сохранилось, когда эти, Дзю, Костя, эти фотографии. Витальевич, ну, мы в свою очередь желаем, да, спасибо вам большое за интересную беседу, чтобы ваши подрастающие чемпионы радовали вас уже совсем скоро и на взрослый уровень. Ну, мне понравилось, можно я добавить, что у нас в Симферополе сейчас есть 4 клуба, которые действительно соответствуют с рингами. Вот, это уже, как говорится, ну, и как вот сейчас у нас было короткое совещание, знакомство с новым президентом федерации городской, там ребята высказали, чтобы у нас был большой клуб бокса, большой, именно дворец бокса, где мы проводили все мероприятия. Мы афиши сейчас не выпускаем на городские соревнования, потому что негде зрителей разместить. А такой клуб нам нужен для города, я считаю. Ну, это реально вообще перспектива или нет? Это все зависит от правительства, не федерации должны. Федерация должна помогать, но правительство должно. Ну, мы желаем, чтобы действительно эта идея, да, из разряда мечты плавно перешла в ее реализацию. Спасибо большое. Да, вот это был вызов. С наступающим вас, спасибо. Спасибо. На мажорной ноте заканчивают сезон крымские борцы. В профильной федерации, кстати, сейчас активно пробуют внедрить новую формулу успеха. В других регионах необъятно ищут опытных мастеров, подписывают с ними контракт, и они дают результат здесь и сейчас. Параллельно вместе с ними тренируются молодые крымские спортсмены, перенимают знания, чтобы через пару-тройку лет прийти опытным на смену. Итоговый всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы главы Республики Сергея Аксенова позволил понять, в каком же состоянии находится наш ближайший резерв. Больше ста участников из разных регионов Крыма и России собрал ежегодный турнир по греко-римской борьбе на призы главы Республики Сергея Аксенова. Организаторы изначально планировали представить еще более конкурентоспособный состав, но вмешался национальный календарь соревнований. Дело в том, что в эти дни в Дагестане полным ходом идет розыгрыш Кубка России. Тем не менее, и это не помешало выставить на турнир спортсменов хорошего уровня. Один из них – Бекир Сифершаев. Он по-хорошему соскучился за турнирной практикой. Травма ребра оставила его без спорта на несколько месяцев. Теперь Бекир вернулся и под строгим взором своего младшего, но куда более титулованного брата, чемпиона мира Эмина Сифершаева, хочет добиться сначала республиканского, а потом уже и всероссийского признания. Поехал на национальное первенство Украины, это года 4 назад. Завоевал первое место и стал кандидатом мастера спорта. Ну, потом выступал по Крыму и все. Потом из-за травмы уже. Я очень хочу выступать на чемпионатах России, международных чемпионатах. Ну, надо больше работать. И все, мне кажется. Трудолюбие помогло Исмаилу Чалышеву. В своей схватке в весовой категории до 71 килограмма он проигрывал после первого раунда. Однако советы тренера, помноженные на собственную волю к победе, помогли спортсмену переломить ход неудачно складывавшегося поединка. Все решил качественно проведенный бросок. При Украине был вторым на чемпионате Украины. Пока мы в Краснодар ездили, проигрывал, было время. Сейчас тренируюсь. Тренироваться надо очень сильно. Труда много надо. Пока мы не получаем. Посетил турнир и его главный инициатор. Сергей Аксенов торжественно открыл соревнования, понаблюдал за схватками самых перспективных крымских борцов и отметил, что этот год профильная федерация смело может занести себя в актив. Прежде всего, благодаря большому количеству проведенных турниров и заметно расширившейся географии занятий борьбой. С таким подходом, по мнению Аксенова, идея воспитания собственного олимпийского чемпиона уже не кажется утопией. Мы в предыдущие годы в рамках выступления на чемпионатах Украины действительно делали успехи. И федерация уже перед тем, как мы возвратились на историческую родину, занимала по Украине третье место. Сегодня, я уверен, что мы сможем уже на общероссийских соревнованиях достойно быть представлены. У нас хорошие спортсмены, хорошая база, хороший тренерский коллектив. Поэтому я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы создать условия для развития этого вида спорта. Ну, как уже как руководитель республики, то, конечно, и по всем другим видам спорта точно так же надо принимать соответствующие программы и решения, необходимые для развития этих спортивных федераций. Хорошая подспорья в этом вопросе – качественная селекция. Главный тренер сборной Крыма Игнат Грех уверен, что нельзя разделять понятия перспективы и сиюминутных результатов. При определенной системе одно другому мешать не будет. Так, к примеру, сейчас наша сборная работает сразу в двух направлениях. Активно натаскивает молодых и талантливых, параллельно подписывая контракты с известными борцами из других регионов России. Тем самым молодежь получает обкатку на опытных, а те, в свою очередь, заводятся о регулярном пополнении медальной копилки республики. Я знаю просто эту нашу специфику. Нам всегда нужны сильные, сильный котел, как мы говорим. Если есть сильный котел, значит, борца имеется, куда растеять, куда тянуться. Если мы находимся на этом низком уровне, и на этом уровне будем, как говорят, кувыркаться. Поэтому те ребята, которые приглашены, они приносят большую пользу. Некоторые эти вещи не понимают. Я думаю, со временем поймут. И наши ребята уже это понимают. Они видят, что есть с кем тренироваться, и они уже тягиваются на тренировки, они уже на сборы приезжают. Если раньше затянуть было на сбор сложно, сейчас они уже это понимают. Они уже понимают, куда они стремятся, чем они занимаются. Ярким доказательством того, что это работает, стал недавний успех наших борцов в Нефтьюганске. Там прошел крупный всероссийский турнир. В общекомандном зачете Крым стал вторым, проиграв только хозяевам и обойдя Чувашину. У нас золото взял Асхар Гулаев, а серебром ограничился Шамиль Амаров. Чтобы был понятен масштаб, в этом году в соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Израиля, Казахстана, Канады, Киргизии, Молдавии, Джекистана, Туниса, Узбекистана и Украины. Вот таким получился этот выход программы «Мой спорт». Надеюсь, вам понравилось. На следующей неделе вас ждет свежая порция не менее интересной информации. Ведь в спорте, как и в жизни, каждая минута дает совершенно новые эмоции. Не теряйте их. Редактор субтитров А.Семкин